Я надеюсь, что так и будет, а тем более, что бояться нам нечего, потому что у нас есть настоящие герои, которые просто, можно сказать, в прямом смысле слова, грызут гранит науки. Это геологи. И вот буквально вчера, 7 апреля, у них был профессиональный праздник. И наш корреспондент Ольга Литвиненко к этому подошла с особым вниманием и сделала сюжет, посвященный их непростой и очень интересной работе. Прямо сейчас об этом. Сегодня мы приехали в Крымскую гидрогеологомелиоративную экспедицию, чтобы узнать, чем же конкретно занимается такая серьезная организация. Именно в этих стенах ставятся важные задачи и принимаются значимые решения. Дальше в процесс включаются и другие структуры экспедиции. Сегодня мы попали как раз на аппаратное совещание. Мы подводим итоги окончания первого квартала, подготовку к сдаче годового отчета, работу нового направления нашего, которое мы будем вводить в этом году. Сложно представить работу аграриев без участия гидрогеологомелиоративной экспедиции. Специалисты обследуют землю, собирают и обрабатывают информацию о состоянии окружающей среды. Сердце предприятия – лаборатория. Именно здесь проходят испытания образцов воды из рек, морей и озер, определяют физические качества почвы. Данные исследования актуальны как для водохозяйственных организаций, водопотребителей, так и для сельскохозяйственных производителей. Наблюдать за манипуляциями профессионала можно бесконечно. Специально для нас лаборанты наглядно доказали, что химия – это наука при вращениях. Колбы, пробирки, множество реагентов. Лаборатория – стерильная частота и абсолютный порядок. Это обычный образец воды, поступивший в лабораторию. Здравствуйте. Расскажите, какие исследования сегодня с ним будут проводиться? Здравствуйте. Эта вода поступила к нам на испытания для определения ее качества. Мы будем определять ее химический состав, ее засоленность и делать выводы, соответственно, пригодна ли она к использованию для бытовых или хозяйственных нужд. Назначение некоторых предметов так сразу и не определишь. Это оборудование называется бидистиллятор воды. Он предназначен для дистилляции воды, которая впоследствии будет использоваться при химических исследованиях нашей лаборатории. Алла Куприянова работает в архиве экспедиции уже 33 года. В Крым женщина приехала в 1970 году. Вела наблюдения на гидроузле Симферопольского водохранилища. К своему делу относится с преданностью. Я люблю свою профессию. Она очень живая. Во-первых, я обращаюсь с природой. Реки, озера, ручьи. На предприятии много семейных династий. Например, Александр в гидрогеологию пошел по стопам родителей и отдал этому делу всю свою жизнь. Признается, что другого выбора у него не было. Я с детства с ними ездил. Мне это было интересно. Я занимался сначала то горным туризмом, что мне потом очень помогло. Это был управленческий центр. Теперь посмотрим, как теория применяется на практике. Мы видим пробуренную скважину. Расскажите, какой вид работ сейчас осуществляется? У нас скважина пробурена 40 метров. Мы ее обсадили пластиковой трубой диаметром 160. Сейчас мы будем опускать штанги и делать промывку этой скважины. Эти исследования покажут, пригодна ли вода для питьевых нужд или ей можно только поливать землю. В свой профессиональный праздник десятки крымских геологов получили награды и благодарности за кропотливый труд. Место работы крымских геологов весь полуостров. Вода, земля, каждая песчинка требует пристального внимания экспертов, которые должны вовремя составить прогноз для повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня.